МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в суде Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Сильный пожар вспыхнул в школе номер 36. Его ликвидация заняла около трех часов. Пострадавших нет. Учащиеся временно будут заниматься в других школах. Природу трещин на автобане Караганда-Семерта установят благодаря георадару. Обследовать поврежденные участки дороги предстоит специалистам Комитета автомобильных дорог. Промышленные предприятия должны уменьшить выбросы вредных веществ. Экологическую ситуацию в регионе обсудили в областном Акимате. Совещание прошло с участием вице-министра энергетики Сабита Нурлабая. 12 сентября поздно вечером. Сильный пожар практически полностью уничтожил крышу Карагандинской школы номер 36. Никто не пострадал. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло около трех часов. В 9 часов вечера 12 сентября в 36-й школе разгорелся пожар. Зафиксировано горение деревянной конструкции крыши. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Это 20% от всей площади крыши. В ликвидации пожара приняли участие 55 пожарных и 15 единиц техники. Пожар ликвидирован спустя три часа. Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Также по версии специалистов испытательной пожарной лаборатории причиной пожара стал электротехнический источник зажигания в чердачном помещении крыши школы. В целях соблюдения учебного процесса руководством управления образования Карагандинской области было принято решение о временном распределении учащихся в другие школы. В областном управлении образования заявили, что 75 воспитанников мини-центра будут временно посещать детский сад Джин и мини-центр школы номер 8. 695 учащихся всех классов будут обучаться в средней школе номер 17 в соответствии с установленным расписанием. Для этого полностью отведен третий этаж здания школы номер 17. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Автобанк Караганда-Тимиртау, покрытый трещинами, просканирует георадаром. Специальное оборудование привезли, чтобы установить причину возникновения трещин на бетонном полотне. Представители подрядной организации и технадзора рассказали журналистам о дальнейших действиях по устранению дефектов. Автобанк Караганда-Тимиртау еще не сдали в эксплуатацию, а бетонное покрытие уже потрескалось. Застройщики признали, что и для них трещины на дороге стали неожиданностью. Подрядная организация заявляет, что строила подобные дороги по всему Казахстану. Однако такую картину наблюдает впервые. То, что вот эти трещины появились, для нас самих это как бы неожиданно. Мы строили дороги Алматы-Копчегай, тоже бетоном, Западная Европа, тоже бетоном, Алматы-Павлодар, тоже бетоном. У нас там никаких нареканий, ничего не было. Сюда пришли первый раз, какое получилось. Первые полгода где была трещина, потом появилась. Сейчас мы сами хотим выяснить причину появления трещин. Лица, осуществляющие технадзор, утверждают, что технология, предусмотренная проектом, была соблюдена, а материалы отвечают требованиям качества. Я вам скажу, что конструкция дорожной одежды вся соответствует требованиям проекта. И все материалы соответствуют тоже. Чтобы узнать причины возникновения трещин, генподрядчик привлек специалистов из Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию. Они будут обследовать участок автобана георадаром. Таких машин в Казахстане всего 16. Современное оборудование позволит просканировать слои дороги и узнать состав бетонной смеси. На сегодняшний день мы сейчас будем промерять участок Араганда-Тимиртау прибором георадар. Георадар принцип действия основан на ультразвуке. То есть две антенны пробивают у нас поверхностного зондирования и глубинного зондирования. После чего вся информация поступает на компьютер, в сервер и в течение недели идет обработка, постобработка. Простыми словами говоря, мы будем знать, из чего состоит бетон и ниже лежащие слои. И выявим причину возникновения трещин. Специалисты ручаются, что уже через неделю будут готовы результаты исследования, в достоверности которых сомневаться не придется. Дальнейшие действия подрядчика будут зависеть от установленной причины. Следует отметить, что все убытки, связанные с ремонтом дороги понесет генеральный потрячек, а сроки сдачи автобана в эксплуатацию остаются неизвестными. Дорожники отмечают, что это будет зависеть от погодных условий. Токжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Во время своего рабочего визита в Карагандинскую область глава государства Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность экологической обстановкой. Одним из основных загрязнителей является предприятие Арселор Миттл Тимиртао. О реализации экологической программы шла речь в областном Акимате с участием вице-министра энергетики Сабита Нурлабая и заместителя Акима области Сериком Шайдаровым. Минувшей зимой в городе Тимиртао сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. Из-за долгого отсутствия ветра все выбросы от металлургического комбината оседали в городе. Жители были не на шутку обеспокоены черным снегом. Не один месяц шло расследование, которое и показало, что черный снег стал результатом отсутствия ветра. Но при таких условиях промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов. В течение 10 дней или 2 недель был штиль безветренная. В это время есть соответствующий нормативный правоакт, который принят у помощи органам. То есть те предприятия, которые находятся в зоне НМО, они должны уменьшать производительность. Как мы знаем, вот именно когда идет НМО, в основном предприятия этими пренебрегают. И к чему это привело? Особое внимание участники совещания обратили на реализацию комплексного плана мероприятий по улучшению экологической обстановки в Тимиртао. Основные мероприятия должны осуществить городообразующие предприятия. А именно Арселор Миттл Тимиртао взял обязательство на значительное снижение выбросов вредных веществ. План включает в себя мероприятия по снижению эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу крупными промышленными предприятиями посредством реконструкции и установки очистного оборудования, модернизации производства, установки пыли-газоулавливающего оборудования в рамках своих планов предохранных мероприятий, а также меры направлены на повышение энергосбережения в городе. В работе совещания приняли участие руководители крупных промышленных предприятий региона, а также экологи. Обсудили не только работу фабрик и заводов, но и такой немаловажный аспект, как утилизация отходов, в том числе и бытовых. Вице-министр энергетики заявил, что только совместными усилиями можно изменить к лучшему экологическую ситуацию в Каргандинской области. Мы реально хотим улучшить экологическую ситуацию города Тимиртау. По нему будут отдельные мероприятия. Также мы хотим улучшить экологическую ситуацию города Балхаш, города Жасказган, города Караганды. Поэтому по каждым этим крупным городам будет отдельное мероприятие. Будет предусмотрено и по всем мероприятиям будут ответственные лица, ответственные госорганы и соответствующие сроки исполнения. В завершении совещания было принято протокольное решение, согласно которому будет разработан комплексный план по улучшению экологической обстановки всего карагандинского региона. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде депутаты Маслихата наведались в пункты технического осмотра. Рейд был организован с целью проверки процесса, обязательного для всех автовладельцев. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы горожан на сильные выхлопы карагандинских автобусов. Поводом для проведения рейда послужили многочисленные обращения карагандинцев в городской Маслихат. Люди стали жаловаться на состояние общественного транспорта. Чтобы увидеть процесс проверки действия автобусов своими глазами, депутаты наведались в пункты техосмотра. И тут мы у специалистов пытаемся выяснить причины низкого качества автотранспорта, который выходит на линию. Почему происходят поломки, почему такая задымленность, загазованность. Основная причина тут видится все-таки плохая эксплуатация. Плохая эксплуатация начинается скорее всего с закупа некачественных автобусов, которые, китайское производство, на них автобусов жалуют. Потом вмешательство самих водителей в аппаратуру, когда они регулируют аппаратуру самопроизвольно, грубо нарушая какие-то инструкционные требования по экологии. Сотрудники компании «Техавтотранс» продемонстрировали участникам рейда процесс проведения техосмотра автобуса, а также рассказали о самых распространенных проблемах, с которыми сталкиваются автовладельцы. В основном проблема – это тормоза и выхлоп. Это самая частая проблема вообще, которая есть не просто у автобусов, а вообще в нашей стране. Еще могу добавить к этому свет, именно освещение. И все. Стоит отметить, что это второй рейд рабочей группы. Ранее депутаты городского маслехата совместно с представителями Акимата и полиции проверили общественный транспорт на уровень выбросов. По итогам двух дней у инициаторов рейда накопилось немало замечаний. Чтобы устранить эти проблемы, планируется провести итоговое совещание. Тохжан Лянова, Жаслав Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области 5 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. В областном управлении здравоохранения состоялся специальный семинар для медработников. С каждым днем все больше людей подвергается различным заболеваниям. Но, несмотря на это, многие люди все еще скептически относятся к вакцинации. Специалисты утверждают, что против инфекционных болезней нет другой защиты, кроме прививки. В нынешнем году антигриппозная вакцина приобретена в России порядка 150 тысяч доз. Детям младше одного года, беременным женщинам, а также зарегистрированным пациентам вакцинация проводится бесплатно. При проведении профилактических прививок абсолютно против любого инфекционного заболевания вакциноуправляемого обязательно проводится профилактический осмотр. То есть врач решает оценивать состояние больного на момент вакцинации, а также все имеющиеся противопоказания на данный момент. Данное мероприятие в Управлении здравоохранения Карагандинской области проводится ежегодно. Также медицинские работники планируют провести разъяснительную работу среди населения. Напомним, традиционная акция против инфекционных заболеваний продлится до ноября текущего года. Мульдир Жакан, Шалкар Алтымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мероприятия в рамках празднования национального дня семьи прошли с широким размахом. Центр здорового образа жизни ТВ КИЗ-4 поздравил семейные пары, прожившие вместе в браке 50 и более лет. Супруги Байгулаковых являются настоящим образцом супружеской верности. Прожив браке 51 год, супруги до сих пор с особой теплотой относятся друг к другу. Байгулаковы воспитали четверых детей, имеют восемь внуков и три правнука. Отмечая, что семья – это наивысшая ценность, тураж Байгулаков поделился о том, как проходят семейные посиделки. По праздникам мы здесь собираемся под Шенраком. Детям даем советы и говорим наставления, поскольку это наша родительская обязанность. Наша мечта – вырастить и хорошо воспитать внуков. Поздравительное письмо, а также подарки в этот день получила и семья Кожановых. В следующем году семейная пара отметит 60-летие супружеской жизни. Как рассказывает Халима Кожанова, ей удалось привить своим детям семейные ценности и традиции. За нашими плечами, конечно же, были ссоры, обиды, недопонимания. Тем не менее, мы никогда не думали о расставании. У нас четверо детей, все они выросли воспитанными. С поздравительными словами выступил представитель Центра здорового образа жизни ТВКЗ-4 Давлет Ордобеков. Он отметил, что такие мероприятия непременно станут традицией. Нами были вручены ценные подарки семьям, прожившие более 50 лет совместно с жизнью, так как они в своей жизни, данной жизнью олицетворяют крепость семьи, олицетворяют общечеловеческие качества. По верному заявлению главы государства, самое большое счастье для человека – это семья и дети. И потому сегодня реализуются общенациональные проекты, которые направлены на всестороннюю поддержку семьи и семейных ценностей. Государственные услуги теперь в онлайн-режиме. Сотрудники специализированного Центра обслуживания населения провели акцию под названием «Получи государственные услуги, не выходя из дома». Доступность и скорость. Специализированный ЦОН теперь будет работать в режиме онлайн. Главная цель прошедшей акции – проинформировать жителей города, в частности автолюбителей, об осуществлении таких услуг, как выдача водительского удостоверения, перерегистрация транспортного средства через портал электронного правительства. Подробно о том, как можно получить данные услуги, рассказал начальник специализированного ЦОНа. «Услуги довольно-таки легко получить. Всего на всего нужно иметь электронную цифровую подпись, зарегистрироваться на портале электронного правительства, авторе вызоваться. Далее уже пошагово провериться на штрафы на наличие либо отсутствие. Если же имеются какие-то штрафы, то там же также можно онлайн оплатить на месте через портал электронного правительства. И после сдачи заявки, подачи заявки в водительское удостоверение можно забрать в течение часа». Акция прошла на авторынке «Орбита», где с сотрудниками Центра осуществлялась раздача листовок с подробным описанием. Услугой на сегодня воспользовались уже свыше ста человек. Положительные стороны нововведения отметили жители города. Напомним, что данная услуга будет доступна после регистрации на сайте при наличии электронной цифровой подписи. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волкстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова